Вторая часть белорусского гуманитарного груза передана сирийскому народу накануне. Три автомобиля МАЗ покинули порт Латакии. Грузовики, как и предыдущий гумконвой, отправятся в три сирийских города — Латакию, Хомс и Дамаск. В ноябре первая часть этой гуманитарной помощи уже была передана сирийцам. 25 тонн товаров первой необходимости. Это уже третья гуманитарная миссия, которую сотрудники белорусского МЧС вместе с нашим ДИП-представительством выполнили в Сирии. Ранее два борта Ил-76 доставили в Дамаск и Хмеймим около 90 тонн товаров первой необходимости. С учетом трех миссий в Сирию уже доставлено почти 115 тонн грузов. В этом году груз впервые был отправлен морским путем. На деньги, сэкономленные от транспортировки, были куплены дополнительные товары. Помимо гуманитарной поддержки, Беларусь приглашает на оздоровление сирийских детей. В прошлом году у нас в стране отдыхали 80 ребят из Сирии. Сейчас с визитом находятся 144 ребенка. В течение года запланирован приезд еще около 300 способных школьников и маленьких спортсменов из Сирии. Более подробно о двустороннем сотрудничестве с Сирией и Беларуси беседуем с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в этой арабской республике Александром Пономаревым. Здравствуйте, господин посол. Спасибо большое, что уделили нам время о своем плотном графике и согласились ответить на наши вопросы. Добрый день, Юрий. Добро пожаловать в Дамаск, посольство Республики Беларусь. Коль уж, скажем так, поводом нашего приезда сюда и новостным поводом последних дней стал гуманитарный груз, который Беларусь отправила в Сирию, я предлагаю в первую очередь поговорить об этом. С удовольствием. При автомобиле МАЗ, это вторая часть нашего гуманитарного груза, станут ли они дополнительной рекламой для белорусского рынка? Ну, конечно, это будет и реклама, и напоминание, потому что как раз по этим маркам машин, трехосным самосвалам, по ним у нас имеется договоренность по созданию сборочного производства. У нас уже есть план, как мы эту технику кому передадим. И я думаю, что правительство Сирии в этом жесте увидит какой-то посыл, какой-то сигнал к тому, чтобы активизировать работу по предоставлению льготного налогового режима для сборочных производств. А между кем был распределен груз и в какие сирийские провинции он был доставлен? Рецепентами нашей помощи в этом году стали провинции Латакия, Хомс и Дамаск. Начали мы в Латакии, там, где произошла разгрузка. Это приюты, которые находятся на попечении у правительства. Это приюты, которые на попечении у церквей. У нас в общей сложности 25 тонн. Из них около 10 тонн тушенки. 11,5 тонн – это детское питание, сухие молочные смеси, белакт, детская одежда. Все это очень актуально. Мы сами смогли убедиться в ходе гуманитарных акций. Она понравилась детям. Они смогли ее посмотреть, некоторые даже примерить. Поэтому главный результат от этих акций мы видим в лесках, в глазах детей, в улыбке. То, что их не забывают, то, что к ним внимание оказывается, то, что к ним любовь. Но, насколько я знаю, это уже не первая гуманитарная помощь из Беларуси. До этого по воздуху было отправлено два борта Ил-76. Скажите, помнят ли об этом сирийцы? Масштабные гуманитарные акции мы начали с 2015 года. И в феврале 2015 года был первый самолет. Наш борт МЧС приземлился прямо в Дамаске. Обстановка тогда была намного хуже, чем сейчас. Распределяли в основном здесь, в Дамаске, собственными силами, силами арабского красного полумесяца гуманитарной организации. Какие-то учли пожелания. На следующий год, в 2016 году, уже опять же был груз воздушным путем. На базе Хмимим приземлился наш борт. Сложнейшая была операция по распределению. Машины пошли в Алеппо. Еще в то время Алеппо был наполовину контролируем боевиками. Интенсивность боевых действий была очень высокая. И туда мы направили, прежде всего, медикаменты, обезболивающие, антибиотики. По остальным регионам распределялись также продукты питания, одеяло, детская одежда. Все эти акции мы сами патронируем, скажем так, контролируем. Потому что наше четкое убеждение, что чем меньше здесь посредников в распределении помощи, тем больше гарантий, что эта помощь пойдет тем, кто в ней больше всего нуждается. И поэтому мы сами посещаем те акции по передаче груза, по распределению груза, общаемся с людьми, слышим их отклики. В этих откликах очень много слов благодарности правительству и нашему президенту за то внимание, за ту помощь, которая оказывается белорусским народом. И эта помощь остается и в сердцах сирийских людей, и влияет очень позитивно на настроение здесь. Но на этот раз гуманитарный груз был отправлен морским путем, и, насколько я знаю, пришлось столкнуться с некоторыми проблемами. Скажите, какие именно вопросы появились, и кто помог их решить? Мы впервые проэкспериментировали и пошли на то, чтобы груз шел морем. Позволило нам сэкономить более 50 тысяч долларов от авиационной перевозки. Да, авиационная перевозка быстрее, но здесь эффект времени уже не столь первостепенный. Главное, что была проведена работа по подбору, тщательному номинованию. Мы столкнулись, даже не ожидая этого, с такой трудностью, что стандартные контейнерные перевозки из Европы использовались у нас в морской порт на Балтийском море. Оказывается, с этого порта не может быть контейнер напрямую идти в Латакию. То есть он шел до Бейрута. Дальше была неясность, как из Бейрута, из Ливана до Латакии этот груз доставить. Вот он пришел несколько раньше. Это тоже проблема. И, как оказалось, много формальностей, связанных с таможенной очисткой. Стоит отдать должное, что, во-первых, было принято специальное решение премьер-министра страны Имада Хамиса о полном освобождении этого груза от всех таможенных, портовых платежей. Во-вторых, при содействии губернатора была организована работа уже по таможенной очистке, по передаче этого груза нам, как грузополучателю. А грузополучателем выступал посольство. Тем не менее, все равно были определенные моменты, скажем так, бюрократического характера, где уже подключился частный бизнес, крупные компании логистические, которые нам оказали непосредственное содействие и в ускорении проведения всех этих процедур, и в обеспечении временного хранения груза и в Латакии, и в Дамаске. А как Вы считаете, поспособствуют ли подобные знакомства дальнейшему развитию белорусско-сирийских отношений в плане бизнеса? Да, я убежден, что здесь мы были, даже вот эти акции, они как-то объединяют и способствуют выработке каких-то новых идей, как нам активизировать нашу торговлю, и в частности, как минимум две компании, которые нам здесь помогали с грузом, заинтересовались детским питанием, сухими молочными смесями. Мы сейчас активно уже работаем над регистрацией этой торговой марки. Гуманитарная помощь была не сама цель, но, как оказывается, она приносит такие вот вполне конкретные дивиденды. У нас будет время, конечно, и возможности этим заняться более плотно. Бизнесмены в Атаке тоже откликнулись на наш визит, и сейчас работаем над организацией визита представителей бизнеса в Атаке в Беларусь. А какой сейчас товарооборот и есть ли потенциал его наращивать? В прошлом году наш экспорт составил 31,5 миллионов долларов. В этом году мы планируем как минимум достигнуть этой же цифры, может быть, будет чуть больше. Хотел бы акцентировать внимание на экспорте. У нас наиболее перспективная позиция – это техника, которая производится в Беларуси, тяжелая техника для восстановления Сирии. Вот это и продукция Минского автомобильного завода, это и продукция МКДОРа, и продукция МТЗ, и БелАЗ. И в рамках Дамасской международной выставки, которая состоялась у нас здесь в сентябре месяце, были достигнуты вполне конкретные договоренности с партнерами по поставкам сюда техники. Это, в первую очередь, Министерство общественных работ, которое заинтересовалось нашими МАЗами. По некоторым оценкам, потребность здесь в такой технике десятки тысяч достигает. Притом у нас в течение года могут быть продажи от тысячи грузовиков и более. И, конечно, у нас надо выходить на таких проектах на производственную кооперацию, на сборку в Сирии. Соответствующие механизмы есть, партнеры также есть. Насколько я знаю, плотное сотрудничество у нас не только в сфере бизнеса, но и в сфере образования. И уже есть договоренность, что нашу страну посетит еще полтысячи ребят. Расскажите, пожалуйста, что это за дети и вообще какая идея этого приезда? Ну, эта программа, вы знаете, она у нас под патронажем президента. И мы очень позитивный отклик получили от того визита, который был осуществлен в августе месяце во главе с министром социальных вопросов и труда Рима и Кадри. Была встреча у главы государства. И все детишки, которые у нас отдыхали, я лично их поехал, встретил на ливанской-сирийской границе. Визит, я скажу, прошел на ура. И более того, что спустя несколько месяцев, даже вот в рамках гуманитарных акций, мы встречаем этих детей, они помнят прекрасно о каждом дне, проведенном Беларуси. Программа будет, темп ее нарастать уже. Мы планируем в самые ближайшие месяцы привлечь в Беларусь одаренных детей, победителей Олимпиад в различных науках и также будет группа спортсменов. Такая группа, может быть, меньше в этой помощи нуждается, чем эти сироты, дети из семей переселенцев. Но такие программы способны дать серьезный импульс для развития сотрудничества, которое было приостановлено ввиду военного конфликта и в области образования, и в области спорта, и в последующем в области науки, и в области бизнеса. То есть можно сказать, что часть из этих детей в будущем захотят вернуться в Беларусь, чтобы получить высшее образование? Именно такая задумка у нас имеется. Мы, кроме того, планируем привязать визит министра высшего образования Сирии к этим программам и продумать, как мы можем даже где-то поддержать, мотивировать детей и их родителей, чтобы направлялись дети в Беларусь. В этом числе и мера поддержки, как предоставление грантов. А если говорить в целом об обстановке в Сирии, насколько тяжелая обстановка остается сейчас, и как много еще районов захвачены боевиками? Имеется понимание у тех боевиков, и тех, кто их подпитывает, что военный конфликт в Сирии на исходе. И, конечно, сейчас, когда планы и России, и других игроков, которые подключились к сирийскому регулированию, заключаются в том, чтобы обеспечить режим деэскалации, в том числе в этих зонах и Восточная Гута, и еще три зоны. Есть провокаторы, есть те, которые не хотят мира, не хотят влагать оружие. Я думаю, что следует ожидать стабилизацию ситуации по стране. У тех, у кого мы общаемся, это и представители правительства, и бизнес, и простые люди. Больше оптимизма в глазах, намного больше сейчас надежд, что война скоро прекратится полностью, и начнется восстановление. То есть, как я понимаю, сирийский народ готов к мирной жизни. В связи с этим вопрос, присутствует ли потенциал для двусторонних отношений Белоруссии и Сирии в глобальном смысле этого слова? У нас как раз тот потенциал, который был еще в 2010 году. Мы намечали ряд проектов. На высшем уровне был визит президента Сирии Башара Асада в Беларусь. И ряд проектов остается актуальным. Я уже упомянул, нам надо заниматься здесь нашей сборкой. И это надо не откладывать надолго, потому что у нас есть здесь сильные конкуренты и в числе друзей Сирии в том числе. Поэтому у нас в ближайшее время, до конца года запланировано седьмое заседание межправительственной комиссии. Здесь в Дамаске будет руководством министра промышленности Виталия Вовка. Мы планируем обсудить всю конкретику, все эти проблемы, которые мешают нам продвигаться быстро и наметить планы, как мы будем двигаться и в будущем году, и через год по производственной кооперации, ну и в том числе по увеличению объемов торговли. Еще раз спасибо, господин посол, что согласились ответить на наши вопросы. Удачи вам в продвижении наших белорусских интересов на сирийской земле. Спасибо большое. Продолжение следует...